Большое спасибо Electronic Arts за предоставленный ранний доступ. Привет и сегодня мы рассмотрим новый вид смерти, который пришел с каталогом Sims 4 Компактная Жизнь. Я еще не видел данный вид смерти, моя симка просто много-много раз поднимала и опускала кровать, и тут, ребятки, появляется действие смерть из-за складной кровати. Я не знаю, чего ожидать от этого и как это вообще произойдет, но ее точно сейчас придавит к кровати, но я думал, что разработчики все-таки не добавили такой вид смерти, потому что ее уже много раз придавило к кровати, но с ней ничего не происходило. Кстати, появлялся мудлет, вот он, в западне под кроватью. Ой, как страшно, а если ты там застрянешь, какую часть тела ты отрежешь, чтобы выбраться? Хотя не отвечай. Так, постойте, это точно игра для детей, хотя это игра 18+, но все равно, блин. Вау, ладно, хорошо. Давайте теперь посмотрим на саму анимацию смерти, как это вообще произойдет, и также рассмотрим призрака. Это очень интересно. Смотрите, кровать застревает. И... Охренеть! Так, она встанет? Почему она встает? Это было очень жестко. В принципе, анимация не отличается, кроме конечного варианта, когда она пытается встать, но все-таки у нее не получается, и она просто намертво падает. Посмотрите. Просто охренеть. Охренеть, ребятки. Новый вид смерти с каталогом. С каталогами очень редко добавляют какой-то там новый вид смерти. Я помню, что вместе с каталогом мой первый питомец, кажется, был, да, новый вид смерти. И вот тут, ребятки, это просто жесть. Конечно, да, я помню, что я в Sims 3 был такой же вид смерти от кровати. И хорошо, что в игру это тоже добавили, потому что это какое-то разнообразие. Так интереснее играть. То, что вот может произойти такая случайность, и Сим может просто-напросто умереть. И все. Симку забрали. Чем же этот призрак особенный? Посмотрите, внутри нее, типа, вот такой вот храп появляется. Да, вот эта вот анимация этого призрака. Реально, появляется такой вот храп внутри. И, типа, она спит. Прикольно. Что у нее тут за мудреты? Малая нужда. Что написано здесь? Смерть из-за складной кровати. Этот персонаж был обречен на смерть мстительной складной кроватью. И есть ли у нее какие-то особенности? Я не знаю, что-то необычное может быть. Ребята, у этого призрака есть новая способность. Можно будет вселиться, чтобы получить заряд бодрости. Вы прикиньте? Эта симка может забирать бодрость у других персонажей. Я очень рад, что призракам добавляют какие-то способности. Посмотрите, сейчас она... Получается, вселится в него и заберет... Даже новая анимация! Охренеть просто! Я реально сейчас в шоке, потому что это очень классная анимация. Вы это видели? Я... Я в шоке. Это просто охренительный призрак. Это было только что очень эпично и... Вау. Ох... Ребятки, это очень классный призрак. Серьезно. Вы видели это вообще? Она может вселиться даже в смерть. Чтобы забрать бодрость. Давайте попробуем, кстати, вселиться в смерть. Почему бы и нет? И она полностью восполнила себе бодрость. И тот просто упал намертво. Вау, ребята. Призраки теперь умеют вселяться в других персонажей. Анимация очень классная. Вот прям очень. Но, видимо, да. Это какое-то злое действие. Скорее всего, да. Оно находится, наверное, в злых действиях. Или где? Поставьте, где оно находится вообще? Злые действия. Здесь ничего нет. Пакости может быть. Тоже ничего нет. Веселые действия нет. Его просто нет нигде. Здесь. Получается, она появляется только тут. Я доволен, ребятки. Я доволен данным каталогом. Потому что это реально очень интересно. Она может сломать кровать сама, нет? Нет, она не может вселиться и сломать кровать. Главное, что мы можем забирать бодрость у других персонажей. Даже у смерти. Это, ребятки, просто шок. Призрак просто бомбезный. Это теперь, наверное, мой самый любимый призрак. Потому что... Ну это реально очень круто. Мы можем просто вселяться в кого угодно и забирать у них бодрость. Потому что бодрость это одна из главных потребностей персонажа. Вот реально. Потому что она занимает очень много времени для восполнения. А тут вы можете просто вселиться в кого-нибудь и забрать всю бодрость. Это, ребятки, просто превосходно. Я доволен этим видом смерти. Все-таки рад, что его добавили. Добавили вот такую вот способность вселяться в персонажей. Это что-то новенькое. Потому что раньше такого не было. Раньше призраки могли только вселяться в какие-то предметы неодушевленные. А теперь в самих персонажей. Причем с очень классной анимацией. Я хочу посмотреть еще раз. Потому что это реально выглядит очень круто. Очень эпично. Поэтому покажи, пожалуйста, еще раз. У Сима даже светятся глаза в этот момент. Его просто штырит. Но это выглядит очень как-то сверхъестественно. Реально. Это круто, ребятки. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Так взглядывайте в мое сообщество. А с вами был мистер Арманиус. Всем пока.